Около усадьбы Дюрингера необычайное оживление. Студенты-архитекторы Ивановского политехнического института приступили к работе над проектно-сметной документацией дома. Профильный вуз и чиновники областного департамента культуры объединили усилия в борьбе за сохранение объекта культурного наследия. Проект реставрации студенты подготовят бесплатно. Нам поставлена задача произвести его техническое осветительствование, то есть составить паспорт фасадов, разрезов, планов и прочие вещи и определить техническое состояние конструкции. То есть какие-то конструкции будут подлежать, замены, какие-то конструкции надо просто усиливать, какие-то конструкции еще, как мы говорим, походят, то есть поработают еще. В ходе обследования студенты тщательно осмотрят все здание, от подвала до кровли. Для точной оценки состояния памятника будут взяты для исследования кирпичи, фрагменты деревянных конструкций. Для студентов второго курса это хорошая практика, а для жителей дома памятника – шанс получить средства на ремонт усадьбы. В департаменте культуры поясняют, если будет готов проект реконструкции и составлена смета, то деньги на ремонт найти будет проще. В настоящее время дом Дюрингера включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Чиновники ждут информации о том, какая сумма и когда будет выделена для спасения уникального дома. До конца месяца мы поймем, о каком сроке идет речь в части включения программы по департаменту ЖКХ. И тогда уже мы поймем, нужно ли нам это делать в срочном порядке, условно, в ближайший месяц-два, либо мы можем это в плановом порядке до конца года. Жители усадьбы рады неожиданному вниманию. Долгие годы они безрезультатно ждали помощи и, наконец, дождались. На что нужно в первую очередь направить обещанные деньги, покажет проведенное обследование. Однако к обещаниям жители готического замка относятся с осторожностью и предпочитают не делить шкуру еще не убитого медведя, а потому стараются потихонечку латать дыры своими силами.